Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях детский психолог Мария Хохлова. И мы поговорим с ней о важном, о том, какие проблемы тревожат современных детей и с какими вопросами чаще всего к ней обращаются родители. Мария, здравствуй! Добрый день! Ну, давай с места в карьер. Ты сколько лет уже в практике, сколько лет ты помогаешь людям? Очень активно практиковать я начала, когда сама родила и вышла в декрет. Конечно, по пути стандартного специалиста, который вышел только из университета, я пошла работать в школу, я пошла работать в детские центры, но на этот период я поняла, что это не совсем мое, и сместила свой фокус именно на тренерскую деятельность. То есть я работала бизнес-тренером. И только когда я погрузилась в материнство, во мне открылось желание дальше идти развиваться уже в этой профессии. Я уже подошла к возрасту 30 лет и поняла, что хочу заходить уже в эту сферу довольно-таки глубоко. И получается то, что с 2017 года я начала вести блог и начала активно уже заниматься частной практикой. Скажи, пожалуйста, с 2017 года это получается уже почти пять лет, да? Почти, да. За пять лет сменялся как-то акцент проблем? Ну, конечно. Детских? Детских это естественно. Мы входили в определенные такие зоны, которые связаны с тем, что у нас происходило в мире. Когда мы все вышли в такой коронавирус, да, когда мы все вышли в пандемию, обострились одни проблемы. Сейчас, естественно, обострились уже какие-то другие проблемы. Тем более, эта работа все равно еще такая сезонная. Сезонность у психолога тоже присутствует. Летом все это решается путем отдыха, да, детские какие-то проблемы. Запросы, они отходят на второй план, и поэтому и запросов становится, соответственно, меньше. Когда наступает осень, когда приходит конец учебного года, эти проблемы, они больше активизируются, разрастаются, и тогда родители приходят ко мне, обращаются с какими-то проблемами, и мы начинаем работать. Вот на данный момент с какими вопросами к тебе приходят, какими вопросами или запросами приходят к тебе родители? Вот назови хотя бы топ-5. Топ-5. Я думаю, что стоит топ-2 в каждой возрастной категории. Потому что если мы говорим про маленький возраст, да, это 4-5 лет, в основном это вопросы коммуникации со сверстниками, и какие-то детские страхи, проблемы с питанием, то есть ребенок не кушает, ребенок, допустим, может ночью не попроситься в туалет. То есть это все, что связано с такими проявлениями в физиологии. Если мы говорим про младших школьников... Я извиняюсь, это тоже к тебе, если ребенок не кушает, это не к педиатру, это к психологу? Мы пытаемся решить проблему с двух сторон. То есть если на уровне врача, на уровне медицины с ребенком все хорошо, у него нет никаких патологий развития внутренних органов, пищевода, желудка и так далее, тогда имеет смысл посмотреть на психосоматическую составляющую. А нет ли какой-то проблемы в семье, которая подсвечивается ребенком в нежелании употреблять еду. То есть это как показывается родителям, что посмотрите, что-то не так происходит у нас в семье. То есть мы решаем ее с двух сторон. Если мы говорим про младших школьников, допустим, до 10-12, когда уже ребенок переходит в подростковый возраст, это, конечно же, вопросы нежелания учиться, много проводят времени в гаджетах, также вопросы коммуникации, что не может найти общий язык с кем-то, подростковый период, это усиление тех проблем, которые были в школе, это плохая успеваемость, конфликты с родителями, конфликты в школе, ну, естественно, это какие-то межличностные конфликты. И за последнее время, что я отметила, участились запросы, такие как страхи, панические атаки у детей, обсессивно-компульсивные расстройства, такие вот навязчивые мысли, которые как раз очень сильно стартовали в период коронавируса. Смотри, но я хочу все-таки начать более подробно разбирать какие-то пунктики. И как практика показывает, вот недавно с общественным деятелем у меня тоже было интервью, кстати, и он подкинул мне интересную мысль, что дети, которые росли еще с кнопочными телефонами, да, они еще как-то ориентируются в современной, ну там, в жизни, да, в коммуникации и так далее. А вот те дети, которые растут уже с лопатой в руке, это его цитата, то есть с смартфоном, да, они уже очень глубоко туда ушли, в интернет, и очень сложно общаться в реальной жизни, все в телефоне. Вот давай коротко пробежимся по этому вопросу, потому что все-таки он острый, да, и ты его обозначила, и я для себя отметила. С какого возраста надо, в принципе, давать в руки телефон? Ну, наверное, я начну чуть-чуть еще прямо раньше, когда только мы, когда только женщина с мужчиной создали семью, они родили ребенка, и так получилось, что за последние сто лет вообще родительство очень колоссально поменялось, потому что раньше ребенку у нас воспитывало общество, то есть ребенок ходил по деревне, он зайдет к дяде Ване, к дяде Пете и так далее, и женщина она работала, мужчина работал, и внимание было сосредоточено не маме на ребенка, а окружение на ребенка. И что получилось в современном мире? Мы говорили, что в основном женщина, она заточена 24 на 7 с малышом, да, сейчас мы, допустим, ну, возьмем там период до двух лет. Папа, если есть он, то он работает, естественно, он обеспечивает финансовую составляющую. И получается, что все внимание сконцентрировано полностью на ребенке, то есть у женщины нет возможности переключиться или допить какой-то горячий чай, который у нее был на лицо утра. Естественно, если встает вопрос о психическом здоровье женщины, то вот такие моменты, они очень важны, небольшая передышка. И если телефон – это единственная возможность хотя бы 5 минут побыть наедине, выдохнуть в перерыве между детскими истериками, и ему порядка полутора-двух лет, от 5 минут просмотра какой-то песенки, мультика для ребенка сильно ничего не сделается. Маме зато будет лучше. Она не перейдет в агрессию или не сделает какие-то действия, которые могут еще больше взвинтить вот эту нервную обстановку. Если мы говорим уже про возраст от двух и дальше, здесь уже ребенок может начать… То есть он проверяет границы ребенка, и он понимает, что ему вот это нравится, и он хочет в этом находиться. Значит, если в это время смартфон и телефон, или еще планшет присутствует в большом количестве, то тогда мы заходим в не очень хорошую историю. Ребенок еще не умеет контролировать свои эмоции, ему нужно, ему хочется здесь и сейчас. Тем более это яркая картинка, и это напряжение все-таки для нервной системы. Еще раз повторюсь, 5-10 минут, максимум полчаса в день – это не критично. Если мы это связываем с приемами пищи, с какими-то горячими моментами, когда мы выстраиваем границы, что это нельзя, и мы переключаем внимание на смартфон, это, естественно, не очень хорошо. Далее встает вопрос уже о том, когда же давать телефон в руки. Вот меня больше интересует момент собственного телефона в руках у ребенка. Конечно, в первую очередь вопрос встает, когда ребенок уже начинает, допустим, сам передвигаться, ездить в школу или ходить в школу. Это вопрос, в первую очередь, телефон – это коммуникация. Если есть альтернатива, она применима в семье, которая связана, допустим, со смарт-часами, чтобы понимать, что по часам ребенок может позвонить, сказать о своем местоположении, это хорошая история. И когда также телефон в семье, он не является связующим звеном, не тогда, когда все садятся смотреть какой-то фильм и достают телефоны, тогда у ребенка не возникает вопроса, а что еще может быть, кроме телефона. То есть он знает, что у него активная деятельность, он ходит в школу, он занимается кружками, и да, у него есть возможность еще посмотреть мультики. И да, это затягивает. Но он знает, что если мама сказала, стоп, хватит, посмотрели, он может посопротивляться один раз, на второй раз он его отложит. То есть это такой навык. Как и любое что-то хорошее и положительное в нашей жизни, оно может иметь какую-то теневую сторону. Если мы переборщим с витаминами, мы сделаем только плохо своему организму. Если мы также переборщим с телефоном, мы также сделаем плохо организму. То есть это вопрос только коммуникации с ребенком и объяснение, что помимо вот этого есть еще что-то. И это же можем мы и показать в жизни, что помимо маминой работы, которая происходит, возможно, в телефоне, возможно, есть еще много-много другое. То есть нет такого определенного момента давать телефон можно в 5 лет, давать телефон только кнопочный, можно сразу дать гаджет, современный хороший в руки, но при этом контролировать, лимитировать использование. Да, то есть учить экологичному общению с тем предметом, который все-таки будет в его жизни. Им нужно учиться правильно пользоваться. По поводу кнопочного телефона, конечно, здесь мы можем зайти в не очень хорошую историю, когда начнется в школе насмешки, какая-то травля, потому что это все детей очень сильно триггерит. Поэтому это не выход из ситуации, когда мы хотим снизить количество потребления телефона, и мы даем взамен что-то другое. Здесь может найти волна такой некой травли даже в школе. А как же быть, когда нельзя проконтролировать этот момент? То есть ребенок учится в первую смену, в 2 часа он приходит, допустим, домой после уроков, а родители приходят с работы в 5-6. Вот он эти 3-4 часа находится дома один. Здесь ты уже никак не проконтролируешь, наверное. Да, действительно, никак не проконтролировать. Можно звонить, спрашивать, естественно. Это вопрос, опять же, доверия и то, как было выстроено общение до этого. Если ребенок понимает, что он может, допустим, соврать, но при этом прийти покаяться и из-за этого не получит никаких санкций, а получит список рекомендаций, как же ему быть тогда, то вопрос с телефоном здесь в целом решается. Да, он может просидеть после школы какое-то количество времени. Дальше вы это обсудите. Естественно, после этого должно какое-то идти штрафное наказание обязательно, потому что таким образом и формируется. То есть ребенок понимает, что есть какое-то отступление от правил, что за этим дальше идет, таким образом он вырастает, он становится взрослым. Если на этом этапе, вот до того, как мы получили этот телефон, нет доверия, то даже если не заходить в тему телефона, это будет идти дальше, в другие сферы. Ребенок будет прогуливать занятия, вы не будете об этом знать. И постоянно контролировать это просто невозможно. Нужно строить очень важные доверительные отношения и понимать, что за каждым отрицательным действием идет какая-то санкция и штраф. Не для того, чтобы унизить ребенка, а для того, чтобы ему помочь сформировать такую взрослую позицию. И, соответственно, тема интернета. Она тесно связана с телефонами, с гаджетом, потому что в последнее время, я имею некое отношение к педагогике, так скажем, и даже в школах задают домашние задания, в которых формулировка начинается с «найдите в интернете». Правильно ли это? Интернет – это же такая бездна. Там куча фейковых новостей, куча той информации, которая, в принципе, не должна ребенку попадаться ни на глаза, ни в уши. Здесь что делать? Понятно, есть родительский контроль на компьютере. Можно как-то ограничить нежелательные сайты. Но, тем не менее, ребенок и интернет – как это должно выглядеть в идеале? Да, это действительно так. Интернет плотно вошел в нашу жизнь. И отрицать и уходить от понимания того, что с этим придется как-то работать и справляться – это в целом невозможно. Самое главное – задать себе вопрос. Первое – как я, как родитель, могу на это повлиять? Здесь правильно отмечено, что это просмотреть в целом тот контент, который предлагает сейчас наше инфополе, попробовать все методы, которые существуют – это блокировка сайтов, родительские контроли, создать какой-то аккаунт с определенным набором той поступающей информации, которая будет доступна ребенку. Википедия. Ну да, Википедия или еще какие-то сайты. Здесь это то, как я могу повлиять. Как я могу помочь ребенку научиться экологично пользоваться данной информацией? И здесь, опять же, это вопрос коммуникации. Если это еще маленький ребенок, мы говорим 5-6 лет, он может смотреть Ютуб и так далее. Вы также видите те ролики, которые он видит, и вы можете вместе с ним проговорить, что вот это лучше не смотреть. Но вопрос почему? Потому что ты можешь плохо спать, от этого у тебя появляются какие-то неприятные мысли в голове и так далее. Это не совсем то, что правильно сейчас будет тебе вообще в твоей головке содержаться. И далее ребенок уже понимает, что вы авторитетный человек, как вы ему объясняете ту или иную информацию, он будет, естественно, сам стараться фильтровать, но что-то, конечно, будет его затягивать. Если мы говорим про то, как пользоваться грамотной информацией и так далее, любое то, что мы увидели, естественно, нужно смотреть, спрашивать и проверять. Если ребенок читает какие-то статьи и так далее, и у вас внутри семьи создано такое правило, что вы в целом доверительно друг к другу относитесь и коммуницируете, допустим, вы рассказываете, что у вас было на работе, как ваш прошел день, ребенок делится с вами, то тогда вот этот навык коммуникации и открытого общения будет переноситься и на другие сферы. Когда он что-то прочитает и его это заденет, ему захочется в этом разобраться, он принесет эту информацию к вам. И тогда вы уже можете здесь ее отфильтровать, сказать, что, допустим, это не совсем корректно, давай попробуем найти то, что является истиной, или давай посмотрим на какую-то альтернативную точку зрения. Это уже, естественно, мы говорим про школьников, уже дальше и подростков и так далее. То есть здесь нет конкретного самого главного ответа, как же это сделать. Самый главный ответ – это чем лучше внутри семьи построена коммуникация, чем доверительнее отношения, чем здоровее и стабильнее психика самих родителей, тем легче решать какие-то сложные вопросы, в том числе вопросы экологичного пользования интернетом. Ты сейчас сказала, что вы приходите домой и рассказываете ребенку, как прошел ваш день. Обычно, я думаю, в большинстве семей это происходит наоборот. Как дела в школе, какие оценки получил, что на уроках, как там Вася, Петя себя вели и так далее. Почему важно рассказывать ребенку, в том числе и о том, как прошел день взрослого человека, родителя, и надо ли это делать? Конечно, это надо делать, потому что тогда это получается… То есть коммуникация – это когда обмен информацией между двумя, тремя, четырьмя людьми. Обмен информацией. Когда мы стараемся информацию забирать, получать, это больше на допрос, скажем так, похоже, или на какое-то отчитывание по чек-листу. Вообще, если есть, например, проблема у родителей, когда дети идут в сад, а маме, например, надо выходить на работу, одно из таких хороших рекомендаций, что в свою очередь я также проделала, это познакомить ребенка с тем местом, куда уходит мама. Потому что для него в этом периоде мама просто пропадает из его жизни, а он появляется в другом месте – в садике. Для него это огромный стресс. Когда он понимает, что мама идет вот в этот домик, как мне дочка говорила, «Мам, ты вот в то большое красивое здание поехала?» Да, я в то большое красивое здание поехала. У нее уже возникает интерес. А дальше, когда мы встречаемся вечером, когда у нас какие-то обсуждения идут дня, за ужином и так далее, ребенок чувствует, что его мнение, его, скажем так, уши, они важны, потому что мама делится важной информацией, мама, папа делятся о том, как у нее это происходило. И вторую задачу, которую решает ребенок, он видит, допустим, как мама справилась с той или иной ситуацией. Вот, например, моя дочка знает, что я очень сложно сажусь делать презентации каким-то вебинаром. Я люблю это делать, у меня аппетит приходит во время еды, но заставить себя что-то делать мне довольно-таки сложно. И она даже сейчас надо мной шутит. Но видишь, что я сижу за компьютером, подходит ей 6 лет, говорит, ну что, мам, презентацию сейчас сделаешь? Да, и у нас есть ритуал, если мы что-то не хотим очень-очень сильно делать, мы пьем сначала чай, собираемся с мыслями и идем делать. То есть она понимает тот опыт, который проживаю я, накладывает его на свой и внутри этого опыта ищет для себя уже решение. То есть буквально, если вам через 2-3 дня предстоит первый поход в садик, то до этого дня берем ребенка с собой, хотя бы подвозим к зданию, куда вы ходите на работу, и говорим, вот эта доченька там или сыночек, моя работа, я сюда хожу, я там делаю то-то, 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 в целом это так, но лучше, конечно, за такой более длительный период, потому что ребенок долго воспринимает информацию в этом возрасте, 2,5-3 года ему сложно это принять, пережить, поэтому где-то за месяц можно, допустим, ходить на площадку рядом с работой и прогуливаться, рассказывать там, как вообще все происходит. Если отношения, допустим, с коллегами хорошо выстроены и вы в целом там посещали офис, можно приходить просто там чай попить и сказать, что вот скоро мама здесь будет работать, вот мамино место, вот мамин компьютер, ну и все соответственно тому, той организации, в которой вы работаете. То есть в целом, да, это действительно так. Мы помогаем ребенку принять информацию, которую ему сложно пережить. Маму не хочется никуда отпускать. И когда мы пойдем, так скажем, в какой-то степени на поводу ребенка, мы не будем выходить на работу, мы таким образом можем ему продемонстрировать не совсем корректное отношение к миру, что если мы встречаем сложности, проблему, мы отходим назад. Ее надо всегда решать. А решается она вот таким образом. Ну смотри, о себе ребенку рассказывать надо. Поняли, уяснили, усвоили. Надо ли ребенку в таком на данный момент быстро меняющемся мире рассказывать, что происходит за пределами семьи, там, за пределами города. Посвящать его в какие-то политические нюансы, экономические нюансы, да, в случае с коронавирусом тоже вот. Тут как глубоко нырять? Здесь стоит, опять же, пользоваться двумя очень-очень важными правилами. Первое – это, как я уже озвучила, чем здоровее и стабильнее эмоциональное состояние и психика родителя, тем легче ребенку даже принимать какую-то сложную информацию и в целом находиться в какой-то напряженной ситуации. И второе – это ни в коем случае не допускать таких двойных посланий для ребенка. То есть, например, мы возьмем ситуацию с коронавирусом. Мама дома, папа дома, не совсем понятно, что происходит. Мама напряжена, папа напряжен, мы не выходим гулять. И ребенок, если мы говорим именно уже после 4-5 лет, потому что до этого, конечно, стоит создавать для ребенка ту важную атмосферу, которая ему сейчас очень-очень нужна. Это потребность в игре, потребность в питании в хорошем, потребность во сне. То есть, вот эту всю атмосферу важно создавать. Далее, если он понимает, что что-то происходит не так… Ну, в 4-5 лет, конечно. Мама, почему мы не идем гулять? Да, почему, конечно. Мама, почему ты плачешь? Мама, почему ты плачешь? Отнекиваться и говорить, придумывать какие-то истории, говорить, что все хорошо, все нормально, это вызывает очень внутренний дискомфорт у ребенка. Он не понимает, то есть, у нее не сходится, почему мама грустная, но при этом она говорит, что все хорошо, что же в итоге происходит в мире, я не понимаю. И вот от этого внутреннего непонимания мы как раз можем зайти в такую историю, как проблемы с питанием, со сном и так далее. Стоит ли посвящать детей вообще во внешнюю повестку, что происходит? Здесь также это будет зависеть от того, насколько эти события затронули семью. Если произошла потеря близкого человека, если произошла потеря, допустим, финансового состояния или здоровья, то есть все, что непосредственно повлияло на семью, мы это проживаем, горюем и проговариваем свои эмоции, мы от них не убегаем, мы их не запечатываем внутри таким образом, что я там справлюсь, я плачу около, я не знаю, посудомойки, но когда подходит ко мне ребенок, я быстро вытираю слезы, я натягиваю улыбку. Нет, он это все поймет, ребенку будет от этого плохо. Если он задает какие-то вопросы, на которые мы не можем сейчас ответить, или мы не знаем ответы, кто прав, кто виноват, как действовать в этой ситуации, если мы этого действительно не знаем, мы это можем сказать. Таким образом, мы будем честны, что там, сынок, дочка, я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, я не знаю, как себя вести в данной ситуации, но я точно знаю, и дальше вы говорите о том, что вы точно знаете, что вы очень любите, что сейчас у вас будет что-то там вкусное на ужин, то, что вы там завтра куда-то пойдете. Таким образом, мы помогаем ребенку установить какую-то опору. А опора это в любви, в поддержке, то, что я всегда с тобой, я всегда рядом. Если мы, допустим, говорим уже о возрастной группе, когда это подростки, когда они приносят какую-то информацию, или уже в среднем звене, когда они приносят какую-то информацию извне, что-то обсуждали в школе, что-то обсуждали одноклассники, и он также приходит с вопросом, можно начать с ним просто диалог, давай подумаем вместе. Как ты думаешь? Что тебе сказали? Смотри, как я вижу эту ситуацию. Но здесь не проваливаться ни в коем случае в обвинении, потому что мы также можем быть и неправы в какой-то степени. Не провалиться в обвинении, не проваливаться в какое-то философствование. Самое главное спросить, что тебя сейчас волнует? Да, возможно, он просто боится. Не бойся. Я с тобой, мы все решим и так далее. Ну и, как я уже сказала, если это непосредственно затронуло семью, то, конечно, все вот эти этапы важно проговаривать, озвучивать. Если это произошла потеря близкого, что сейчас происходит? Горевать, плакать и проживать это вместе – вот это самая важная стратегия, которой стоит придерживаться. Это нормально? Это абсолютно нормально. Ну и опять-таки вопрос из разряда актуальных и тяжелых. Прошла частичная мобилизация. Куда ушел папа? Как ответить на этот вопрос? Если это, допустим, кадровый военный. Я могу немножко своей историей поделиться. Мой папа военный, он подводник, но мы жили на севере, то есть он просто ходил на вахты, и я понимала, что папа день через день, его нет дома, он отсутствует. Что он делает? Он защищает нашу родину, потому что он военный. И таким образом мы также это можем транслировать ребенку, потому что он понимает, что это его работа. Так же самое, как и мама, допустим, уходит или в офис, или на какую-то свою работу. Что он защищает? Он работает. Какая у него работа? Работа – оберегать родину. Если какое-то произошло событие, которое не является стандартным для ситуации – папа ушел по повестке, он теперь отсутствует. Важно, самое главное, соблюдать единую стратегию, которую со своим супругом или со своим близким человеком, с дедушкой, с бабушкой нужно обсудить, чтобы не было такого разногласия. Когда мама говорит, что папа улетел в космос, это я утрирую сейчас, а бабушка какими-то сыплет бранными словами, говоря о том, что он туда-то пошел. У ребенка опять же возникает диссонанс. Если так произошло, первое – обсуждаем общую стратегию, что мы действительно говорим ребенку, и обманывать – это не самая верная история, потому что обман все равно скроется, и тогда та обида и злость, которая может возникнуть у ребенка, она еще обрушится и на родителей, на тех людей, которые создали этот обман. Говорить честно, говорить открыто и говорить о том, что папа выполняет или свой долг, или какой-то другой фразой, которую вы выберете для себя, для своего ребенка. И быть готовым к тому, что он будет постоянно задавать вопросы, постоянно спрашивать, выработать вот такую, наверное, внутреннюю жесткость, такую некоторую пластичность к тому, что мы постоянно это проговариваем. Через проговаривание ребенок таким образом эту информацию внутри себя укладывает, потому что поначалу она может просто вот как ком в горле встать. То есть не надо вот этого «я же тебе уже сказала», набраться. Я же тебе уже рассказывала. Здесь, как попугайчик, повторяем, повторяем одно и то же заученное, немножечко меняя угол, да, и подставляя какие-то другие нюансы. Да, да, спросить. Мы с тобой об этом говорили вчера, ты меня опять об этом спрашиваешь. Скажи, пожалуйста, почему ты меня об этом спрашиваешь? Тебе грустно, тебе больно, тебе непонятно. Что ты хочешь? Я хочу вам поплакать. Допустим, как у меня некоторые бывают кейсы. Значит, мы садимся рядом и плачем. И плачем. Да, это действительно так. То есть здесь все спокойно, без сгущения красок, без жестких каких-то нюансов. Стараемся сдержать себя эмоционально и ребенку преподнести максимально нейтральную, но достоверную картину происходящего. Да, действительно так. Самое сложное, что здесь делать, это войти самому в состояние спокойствия, чтобы не было перекосов. Это действительно очень сложно. Здесь в первую очередь, наверное, скорее для взрослого человека нужна поддержка другого, какого-то важного, стабильного взрослого. Или специалиста. Или специалиста. Мария, ну смотри, мы анонсировали в социальных сетях твой приход к нам, и зрители написали какие-то актуальные вопросы, которые волнуют именно их. Мы выбрали несколько, и сейчас я хочу тебе их задать. Отлично. Первый вопрос. Как сделать так, чтобы ребенок играл в игрушки, ребенок в них не играет, но постоянно просит купить? То есть здесь вообще непонятно. Игрушки покупаем, приносим домой, как я поняла, ставим, любуемся пять минут и дальше все. Ну, в целом, это для детей свойственно. Особенно, если мы берем возрастную группу 2-3 года. Самое главное, что нужно понимать, что навык игры, допустим, самостоятельной игры с игрушкой, с каким-то пособием и так далее, это в первую очередь навык. То есть это то, что не получается из ниоткуда. Оно может получиться только в одном случае. Я думаю, что слышали, когда говорят иногда, вот у меня такой там Васенька-Петенька целыми днями может играть в игрушки, и вот его можно и не трогать. Это просто такая структура личности, которая у ребенка в целом, она уже и, так скажем, генетически, так скажем, детерминирована. То есть это те особенности нервной системы, которые ему пришли от родителей. То есть он способен концентрировать внимание, ему интересно, и он может длительное время заниматься какой-то игрушкой. Но это довольно-таки большая редкость. В основном всегда дети начинают просить внимания и участвовать в игре тех людей, которые вокруг. А кто вокруг у нас в основном? Это мама, родители. Взрослый человек, он не любит играть в игрушки. И это нормально. Не нормально, когда очень сильно взрослый любит играть в игрушки. Приучать ребенка к навыку самостоятельной игры. Допустим, мы купили какую-то определенную игрушку. Понятно, что есть день-два, когда она захватывает внимание ребенка. Далее он будет просить поучаствовать в игре или еще что-то. Самое главное, что мы вовлекаемся сначала в процесс и предлагаем ему несколько минут. Очень здесь хорошо вообще работают какие-то штуки, типа песочных часов, какие-то световые элементы. То есть когда мы, вот смотри, сейчас песок досыпется вот до сюда, и я к тебе подойду. А сейчас я пойду сделаю вот это. А твоя задача сделать вот это, вот это, вот это. То есть он понимает, что ему надо сейчас делать, как ему нужно поиграть, и он знает самое главное, когда это закончится. Вот когда вот последняя песчинка упадет. И далее мы просто увеличиваем вот этот промежуток, когда он будет самостоятельно играть. При этом очень будет здорово, когда мы будем предлагать ему в процессе игры не просто придумай там что-то самостоятельно, а ты можешь сделать вот так. Допустим, собери, пожалуйста, своих куколок, они сейчас будут пить чай. Я приду и посмотрю, а как же они у тебя попили чай. И, допустим, полчаса, если это там трехлетка или четыре года ребенку, абсолютно точно гарантированно. Но все-таки дети это такие очень-очень социальные ребята, и им важно, конечно, пространство вокруг. Поэтому очень здорово, если есть друзья, подруги, какие-то дополнительные секции, развивашки еще до садика, где ребенок будет добирать вот это общение из общества и смотреть, допустим, как играют другие дети. И он будет это на себя перенимать. А стоит ли ограничивать, я продолжу тему игрушек, ограничивать ребенка в игрушках. То есть вот он видит в магазине 151-ю машинку красного цвета, дома их уже 150 лежит. Понятно, что в какой-то момент здесь и небольшие вроде деньги, но я куплюсь, меня не убудет. Но вот это вот накопительство, собирательство, стоит ли его поощрять? Или как-то по-другому, может быть, наладить систему? Там, смотри, дорогой, мы новую тебе купим машинку, но вот старую тогда, в которую ты не играешь, мы кому-нибудь подарим. Потому что у нас дом не склад и так не работает. Здесь что делать? Вот, кстати, это действительно очень хорошая стратегия, потому что ребенок должен понимать, во-первых, что деньги, они не падают с неба, естественно. Даже если родители обладают хорошим финансовым ресурсом, мы можем попасть в ловушку того, что ребенок не ощущает вот этих вот границ, деньги, какие-то игрушки, средства. То есть вот он вот в этом поле, он не понимает, как, где стоп, куда двигаться, где заканчивается то, что уже, так скажем, слишком, когда этого много и так далее. Если есть возможность передаривать игрушки, пусть это будет действительно в стратегии, это очень хорошо. Если мы объясняем ребенку, что, смотри, у тебя вот есть вот эти машинки, ты с ними не играешь, они же грустят, зачем же они тогда нам здесь нужны? А еще лучше, когда, смотри, вот у нас это стоит вот такую денежку, мы ее складываем вот с другой денежкой, и мы можем купить что-то другое, что, допустим, тебе нравится, или подождать до какого-то праздника. То есть таким образом мы его на уровне его детского сознания знакомим с теми кейсами, с теми историями, которые ему предстоит проживать в жизни. Планирование финансов. Конечно, то есть вот так потихонечку, по чуть-чуть мы ему показываем границы, куда нужно двигаться, как это все планируется и так далее. Потому что мы можем зайти в такую историю, допустим, как было у меня с одной девочкой, с клиенткой, для того, чтобы помочь адаптироваться девочке, и мама всегда после каждой встречи с дочкой после садика, она покупала что-то там такое, вот киндер или какую-то маленькую игрушку, но в конце месяца, как-то посчитав уже через определенное количество времени, там такая хорошая сумма набежала. Она перестала это покупать, но дочка уже знает, она уже ждет что-то, что будет у нее в конце садика. И произошел откат назад, она перестала ходить в группу, стала плохо там себя вести, кушать и так далее. И мы подумали нематериальные такие истории, которые помогут ребенку сохранить вот этот ажиотаж некий. Это может быть все что угодно, какие-то небольшие записочки с признанием любви, чтобы она потом их нашла у себя в садике в конце именно дня. Или мы складывали обязательно поцелуйчики в виде также сердечек в карманы, чтобы она на прогулке их нашла. То есть здесь был смысл не в том, что это была какая-то материальная игрушка, а вот в той ауре, которая вот этот вот ритуал создал. То есть замотивировать без финансовых… Да, да. Она ждала вот этой прогулки, ждала вечера, чтобы ей залезть и искать, начать искать по кармашкам, а что же там мама оставила. Мама там оставила ей, допустим, сердечко или какой-то поцелуйчик она оставила, или розочку из салфеточки сделала. Прекрасно. Двигаемся дальше. Почему дети не делают домашнее задание и что с этим можно сделать? Ну, потому что домашнее задание – это скучно, это неинтересно. В целом это… Ну, в целом это нормальная история, потому что, опять же, мы будем разграничивать по возрастным группам. А когда это младшие или дошкольники, то есть младшие школьные и дошкольники, у них только начинается переход от игровой деятельности к познавательной, то есть все его силы, все его мозги, они вот уже другие, они заточены на то, чтобы впитывать информацию. И если информация подается хорошо, качественно, интересно, то чуть-чуть в форме игры, то таким образом, и ребенку в дальнейшем становится просто… То есть он на интересе делает это домашнее задание. Но ребенок растет, материал становится сложнее, он заканчивает учиться в четвертом классе, переходит уже в среднее звено, а там учителя-предметники, каждый со своим каким-то подходом. Материал становится сложнее, и, конечно же, эта деятельность, она становится сложнее ему, просто становится скучно, грустно, неинтересно, ему это не нравится. Первое, что важно понимать, также у него должен сформироваться опыт, как легко войти в домашнее задание, вот хотя бы подойти к этому, это вот как раз к вопросу о тех презентациях, которые мне сложно делать. Если этот опыт показывают ему родители, ну, например, допустим, что… Есть такое правило – лягушку мы съедаем сразу. Что такое лягушка? Это самое неприятное, что нужно сделать. Мы не оттягиваем ее на конец дня, потому что сопротивление и вот эти мысли о том, что… Предвкушение. Предвкушение, оно будет забирать вот эту энергию. Ты же не хочешь, чтобы у тебя ее совсем не осталось, потому что вечером, допустим, тебе надо еще и погулять сходить. Поэтому давай возьмем за правило, у меня лягушка вот такая, допустим, я прихожу и делаю что-то. То есть мы на своем опыте можем показать, какая у нас лягушка. А ребенок дальше, он будет понимать, какая у него лягушка, и вот сквозь вот это вот все, значит, садится, он ее съедает. Второе правило, что мы слона делим по частям. То есть если у нас есть какое-то задание через неделю, мы уже сейчас начинаем по чуть-чуть его делать. Опять же, мы его делаем по чуть-чуть. Мы, если это младшие школьники, мы визуализируем как-то, да, закрашиваем какие-то части, которые у нас уже сделаны. Это очень хорошо работает и заходит. То есть, по сути, это тоже навык садиться на волевых усилиях, заставлять тебя сесть к столу, открыть учебники и сделать задание, если сложно попросить помощи. Когда мы это делаем постоянно, у нас есть система, то в тот тяжелый момент подростковый, который у нас есть, там вообще не до уроков, не до каких, мы просто выходим над тем, что у нас сформирован этот навык. То есть мы, конечно, можем провиснуть в своей деятельности, можем даже саботировать какую-то деятельность, но в целом у нас уже хорошая база для того, чтобы не откатываться назад. То есть, ну вот, наверное, таким образом отвечу. Очень все понятно и очень интересно, кстати говоря, вот это сравнение, едим лягушку сразу. Это даже в жизни взрослого человека помогает, работает. Еще один вопрос от телезрителей. Как помочь ребенку пережить переходный возраст? Я думаю, что это такой обширный и сложный вопрос на отдельную передачу. Это точно. Но, тем не менее, пару слов об этом. Наверное, вот даже, мне кажется, корректнее будет сформировать, как родителю пережить подросткового возраста ребенка. Потому что для ребенка то, что с ним происходит, это, да, довольно-таки непонятно и странно, но это органично. То есть он проживает развитие внутри. Для него, допустим, рявкнуть на маму, на папу, он не видит в этом какой-то сложности, потому что внутри у него это проживается как первый опыт выстраивания своих личных границ. У него нет до этого этого опыта. Он не знает, как это правильно делать. В отличие, допустим, от взрослого, который знает, что такое дипломатия. Когда он может сказать нет, но красиво. У ребенка этого опыта нет, и он начинает такими яркими, даже иногда какими-то такими непонятными рывками выстраивать свой вот этот вот забор вокруг. Для ребенка то это в целом нормально, это сложно родителю. Как его бусинка условная, да, которая хорошая такая девочка, она сейчас рявкнула, закрыла дверь и попросила вообще не заходить ко мне сейчас. Потому что вот потому что. Это очень сложно пережить. Первое, что помогает, это вспомнить себя в подростковом возрасте. И вот не то, что вспомнить, как я действовал, а что переживал. Как мне это переживалось, как мне было больно от того, что я одела юбку, а мне сказали вот то, что у меня там она не идет. Ну у всех, наверное, в общем и целом одно и то же. Конечно, конечно. И никто не любит, мне никому не нужен. Да, да. Потому что вообще задача подросткового возраста, это, наверное, вот самый такой тяжелый после, наверное, кризиса вот этого сепарации, когда ребенок понимает, что вот маленький, что он понимает, что я не есть моя мама, я отдельный человек. И мне сейчас важно это самому себе доказать. Поэтому в три года, даже несмотря на то, что я люблю эту кашу, я буду ей бросаться. Потому что мне надо показать, что, мам, я не ты, ты не я. Все, мы с тобой отдельные люди. И второй самый тяжелый период, это вот подростковый. Потому что в этот период ребенку нужно разрушить все то, что у него было до этого внутри выстроено. И выстроить свою систему ценностей, убеждений, каких-то новых знаний. То есть ему нужно создать себя заново, по сути. Вот эту взрослую личность, которая дальше уже начнет как-то трансформироваться. И плюс еще здесь, конечно же, это гормональное развитие, которое не может не складываться. То есть самое первое, что можно порекомендовать родителям, вспомнить себя и почаще заходить вот в эти чувства. Таким образом мы сможем немножко приблизиться к тому состоянию, которое испытывает ребенок. И нам будет немножко понятней, почему сейчас он хочет побыть один. Второе, самое главное, что вот отсутствие вот этих рассогласованных действий внутри семьи. Дети в этом возрасте очень явно начинают видеть конфликты, обман, какие-то неправильные вещи, которые происходят. И они, что самое главное, начинают возвращать их родителям. Что, мам, ты меня учишь вот этому вот этому, а сама ты вот это вот это. Конечно, когда свой собственный ребенок так говорит, хочется вспыхнуть и указать ему на его место, которое у него есть, да, это детское место в семье. Но здесь важно, первое, остановиться, а во-вторых, действительно возможно и поблагодарить ребенка с уши. Знаешь, я не задумывалась об этом. Я подумаю, да, то есть хотя бы вот эту фразу «я подумаю», мы избиваем вот этот вот огонь, вот этого очень главного… Накал. Накал вот этого конфликта. Ну и, наверное, третье, да, самое важное – это поддерживать, несмотря ни на что. Несмотря на то, что хочется побриться на лысо. Несмотря на то, что хочется покраситься. Даже в животном мире, я боюсь ошибиться, но есть какие-то животные, правда, забыла, как их называют, детеныши, которые достигают такого, скажем, их внутреннего, да, животного пубертата, они начинают очень сильно пахнуть. Не так, как сама стая. Таким образом, это помогает родителям, родителям не детям уйти из стая, а родителям немножко отдалиться от своих уже выросших детенышей и отойти от них и оставить их одних, чтобы они сами создавали свою стаю. И вот задача подросткового периода, наверное, принимать ребенка любым, каким он сейчас есть, потому что это его кризис, он его должен прожить от начала до конца. И понимать, что это та точка, ради чего наши дети и появляются у нас в семье, для того, чтобы мы их сейчас начали отпускать из своей жизни. И последний в моем листе вопрос, вопрос про травлю. Да, очень часто всплывает уже и в социальных сетях, обсуждается даже на родительских собраниях этот момент, что какого-то мальчика, который, условно, меньше ростом, тише, все начинают немножечко подтравливать, издеваться. Как быть в этой ситуации? Резко вставать на защиту своего ребенка? Может быть, писать заявление в полицию о том, какие все негодяи? Или дома аккуратненько обсудить этот вопрос, научить самого ребенка правильно себя вести в этой ситуации? Есть ли вообще правильное поведение в этой ситуации? Что ты можешь сказать? Как такового правильного поведения, конечно, в этом вопросе таких четких правил нет, потому что он, как ты правильно сказала, очень сложный. То есть травля может быть и физическая, и психологическая. То есть это акт агрессии в первую очередь. Есть некоторые стратегии, которой стоит придерживаться. И в этой стратегии всегда есть три компонента. Первое – это окружение. Это учителя, это педагоги, это семья. То есть все близкие, которые есть сейчас у детей. Второй компонент – это сам ребенок, который подвергается травле. И третий компонент – это тот ребенок, который травит. Если мы говорим про первый компонент, про взрослых, которые присутствуют, обязательно нужно все это подсвечивать. Но каким образом? Не нападая. Не нападать на родителей других детей, которые травят. Не нападать на педагогов из разряда того, что у вас здесь происходит, и я сейчас на вас тут напишу. Не нападать на директорский состав и так далее. Потому что таким образом мы… И так в школе все сложно. Педагоги, они, помимо того, что ведут учебный процесс, у них еще и куча других требований есть. И когда мы таким образом делаем вот такой вот акт тоже некоторого нападения, мы не способствуем тому, что будут предприниматься какие-то активные действия. А наоборот, чтобы еще больше замолчать или каким-то образом избавиться от ребенка, в основном которого травят. Попросить перевести его в другую школу – это, конечно, выход, но все равно он заберет с собой все то поведение, которое у него есть, которое как раз вызывает желание его затравить. Он перенесет это в другой коллектив. И по сути ситуация как таковая не изменится. То есть задача родителей в первую очередь подсветить данный момент и предложить совместно решить этот вопрос. Если мы предлагаем совместно решать этот вопрос педагогам, то также можно сказать, что есть какие-то у вас специалисты или есть внутри школы специалисты, или давайте мы попробуем организовать какие-то часы, и вот давайте мы попробуем взять это все вместе. То есть педагоги понимают, что они не одни сейчас будут решать этот вопрос. Потому что на самом деле вопрос сложный. Если мы говорим про других родителей, то также здесь мы подсвечиваем, что вот происходит такая ситуация, и давайте мы попробуем вместе это решить. И я понимаю, что вам тоже тяжело, а им тоже тяжело. Потому что ребенок, который травит, это тоже особенный такой ребенок. Значит, то, что касается этого первого компонента. Вместе решаем вопрос. Не отступаем, даже несмотря на то, что если это хочется замолчать, пробуем, как бы нам бы не хотелось, допустим, всем им понадавать. Если мы говорим про самого ребенка, которого травят, первое самое главное, конечно, это поддержка и разговоры. Самое важное, чему мы должны научить, это тому, как справляться со своими эмоциями, чтобы они не оставались внутри и не были, как бы, замедленного действия, которое потом может привести к очень-очень печальным последствиям. Как правильно выражать гнев, как правильно злиться, как давать сдачи. Это действительно тоже правильно, что можно и ответить, можно и, конечно, драться не очень хорошо, но тем не менее, что таким образом он ребенок, он начинает учиться защищать себя, защищать свои границы. Если мы понимаем, что внутри этого поведения есть неправильно будет сказать вина ребенка, не вина, а какие-то поведенческие факторы, которые запускают этот процесс, мы можем предложить ему какую-то альтернативу. Ну, например, то, что касается ребят, которые хорошо учатся. Они всегда очень сильно иногда раздражают. И, допустим, когда ребенку хочется очень сильно ответить на вопрос, он, допустим, начинает выкрикивать с места. И он взамен получает от тех детей, которые травят, еще какую-то порцию негативных слов. Можно подумать, слушай, а ты хочешь ответить? А давай мы что-нибудь с тобой другое придумаем. Давай мы сделаем с тобой таким образом. Ты свой ответ запишешь на какой-нибудь листе, и потом в конце урока подойдешь к педагогу и скажешь, а вот у меня вот такое вот решение. Так классно. И, соответственно, предупредить об этом педагога, что, слушай, здорово. Или, например, ты не выкрикиваешь, а поднимаешь руку. И ждешь, когда тебя спросит педагог. Если он тебя не спросил, но тебе очень хочется ответить. Также это можно у себя зафиксировать, и у тебя получится такая папка знаний, дополнительных знаний после какого-то урока. Это то, что касается детей, которые их травят. Если нужна помощь специалиста, то также, конечно, обращаться, не переживать по этому поводу. И если мы говорим уже про детей, которые травят, самое главное, что нужно понимать родителям, что если ребенок использует такую стратегию, сейчас это другие дети, через какое-то время могут оказаться сами родители под такой травлей. И это очень активно дети используют, когда уже заходит подростковый возраст, такой уже даже переходный между подростком и юношеским. Это может быть травлей направлено и на папу, и на маму, и на сестер, и на братья. То есть не решать эту проблему тоже никаким образом нельзя. И важно понимать, что тот ребенок, который травят, нет, он в первую очередь увидел где-то эту стратегию, он увидел, как это можно делать, скорее всего, где-то в семье или в близком окружении. То есть она просто так у него не появляется. Он знает, что можно применить психологическое давление, физическое давление для того, чтобы выразить какую-то свою яркую эмоцию. Значит, где-то он это видел. Посмотреть, что происходит в семье, нет ли в семье конфликтов, нет ли в семье насилия, агрессии, нет ли в семье каких-то тяжелых этапов, которые сейчас, допустим, семья проживает. То, что является пусковым моментом для ребенка, который выражает вот таким образом свое нервное напряжение. Он его сливает на другого ребенка. То есть в целом вот такая стратегия, она может привести к тому, что данную проблему можно будет решить. От кого-то из родителей я еще услышала такой подход к проблеме. Будь выше этого. Ничего не делай и не обращай внимания. Это со стороны ребенка, которого травят в школе. Насколько правильно такой подход? Я не думаю, что это приведет он к каким-то результатам. Потому что всегда, в первую очередь, это коммуникация. Это сломанная действительно коммуникация. Скорее всего, это не приведет ни к какому положительному эффекту. Потому что таким образом, когда мы транслируем ребенку, будь выше этого, здесь есть определенный набор поведенческих проявлений. Не разговаривать, не отвечать, уходить, то есть избегать ситуации. Держать все эмоции у себя внутри. Это не приведет к никакому результату. А наоборот, может привести к тому, что ребенок это внутреннее напряжение, а потом сольет в чем-то, в какой-то агрессии, направленной на себя, в какой-то агрессии, направленной, допустим, на других, к какому-то самоповреждающему поведению. То есть вот эта фраза, будь выше этого, она же что-то про взрослого человека. Про того человека, который понимает, что если его убеждения не соответствует убеждениям другого человека, он может, их оставив себе, перейти в какое-то другое место. Ребенок, он пока что не взрослый. Он только на этапе взросления. И требовать от него такой взрослой реакции, и предлагать, что самое главное, такую взрослую реакцию, ему может быть просто непосильно. Мария, спасибо большое. Очень было интересно, очень было полезно. Советы про лягушку и слона я забрала к себе. Буду ими пользоваться теперь активно. Дорогие телезрители, я думаю, что вы почерпнули для себя не меньше, чем я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова